Вечное сияние культовому фильму Кубрика 40 лет. Вечное сияние культовому фильму Кубрика 40 лет 8 часов ровно 23 мая 2020 года, обновлено, 8 часов 07 минут 23 мая 2020 года, Москва, 23 мая РИА Новости, Ольга Распопова. В 1980 году на экраны вышло сияние Стэнли Кубрика. Фильм настолько многогранный, что, кажется, не стареет. Более того, история про самоизолировавшуюся семью, где все понемногу начинает сходить с ума, сейчас особенно актуальна. О том, почему Стивен Кинг ненавидел эту экранизацию, зачем Кубрик создавал невыносимую обстановку на съемках и какие тайные знаки увидели в эпизодах сторонники конспирологических теорий, в материале РИА Новости. Знак авторского права. Epiphoto slash Marty Reichenfeld. На мой взгляд, истории о привидениях очень жизнеутверждающие, поскольку они доказывают, что после смерти мы не исчезаем, усмехнулся Стэнли Кубрик, обсуждая с Кингом будущую картину. Их сотрудничество не задалось с самого начала, писатель, на фото как раз на момент съемок в 1979 году, злился, что скептик и атеист неправильно трактует его роман. Ведь, в отличие от книги, большинство призраков в фильме можно объяснить больным воображением героев. Один из тринадцати, на мой взгляд, истории о привидениях очень жизнеутверждающие, поскольку они доказывают, что после смерти мы не исчезаем, усмехнулся Стэнли Кубрик, обсуждая с Кингом будущую картину. Их сотрудничество не задалось с самого начала, писатель, на фото как раз на момент съемок в 1979 году, злился, что скептик и атеист неправильно трактует его роман. Ведь, в отличие от книги, большинство призраков в фильме можно объяснить больным воображением героев. Знак авторского права. EP-photo slash Marty Reichenfell. Знак авторского права. Lakeside Productions, Warner Bros. Television. 1997 Кубрик действительно очень вольно обошелся с литературным оригиналом. По сути, он рассказал собственную историю, не считаясь мнением молодого автора. Так, в книге Джек сгорел, спасая семью, тогда как на экране замерз. Король ужасов был настолько взбешен экранизацией, что до сих пор нелестно отзывается о ней в интервью. В конце 1990-х Кинг попытался сделать все как надо в своем мини-сериале «Сияние» на фото. Несмотря на бюджет в 25 миллионов долларов, писательской телеверсии далеко до шедевра Кубрика. Возможно, тогда и родилась шутка фанатов о том, как отличить хорошую экранизацию Кинга от плохой. Первый не нравится самому писателю. Два из тринадцати Кубрик действительно очень вольно обошелся с литературным оригиналом. По сути, он рассказал собственную историю, не считаясь с мнением молодого автора. Так, в книге Джек сгорел, спасая семью, тогда как на экране замерз. Король ужасов был настолько взбешен экранизацией, что до сих пор нелестно отзывается о ней в интервью. В конце 1990-х Кинг попытался сделать все как надо в своем мини-сериале «Сияние» на фото. Несмотря на бюджет в 25 миллионов долларов, писательской телеверсии далеко до шедевра Кубрика. Возможно, тогда и родилась шутка фанатов о том, как отличить хорошую экранизацию Кинга от плохой. Первый не нравится самому писателю. Знак авторского права. В 1980 Джеком Торренсом мог стать Роберт Де Ниро, однако Кубрик решил, что тот недостаточно безумен для роли. А вот Робина Уильямса режиссер отверг, потому что тот, напротив, показался ему чересчур сумасшедшим. Вопреки яростным протестам Стивена Кинга, видевшего в герое темную сторону самого себя хорошего, но надломленного неудачами парня, утвердили уже получившего Оскар Джека Николсона, который вместо мягкости добавил образу жутковатой глубины. Три из тринадцати Джеком Торренсом мог стать Роберт Де Ниро, однако Кубрик решил, что тот недостаточно безумен для роли. А вот Робина Уильямса режиссер отверг, потому что тот, напротив, показался ему чересчур сумасшедшим. Вопреки яростным протестам Стивена Кинга, видевшего в герое темную сторону самого себя хорошего, но надломленного неудачами парня, утвердили уже получившего Оскар Джека Николсона, который вместо мягкости добавил образу жутковатой глубины. Знак авторского права. Warner Bros. Hawk Films, Peregrine Productions, Producers Circle. 1980. Знак авторского права. Warner Bros. Hawk Films, Peregrine Productions, Producers Circle. 1980 повара Дика Хеллорона Джек убивал более чем в сорока дублях, и их было бы гораздо больше, но Кубрика попросили больше не мучить измотанного 69-летнего актера Скэтмена Крозерса. Режиссер изводил перфекционизмом съемочную группу не только ради безупречного кадра, он специально создавал психологически невыносимые условия работы. Особенно доставалась Шелли Дюваль, игравшей в Энди. Кубрик постоянно придирался к актрисе и даже настраивал против нее коллег, чтобы яственнее ощущалась истеричность ее героини. Пощадил режиссер только маленького Дэнни Лойда Мальчик даже не знал, что снимается в хорроре. Четыре из тринадцати повара Дика Хеллорона Джек убивал более чем в сорока дублях, и их было бы гораздо больше, но Кубрика попросили больше не мучить измотанного 69-летнего актера Скэтмена Крозерса. Знак авторского права Warner Bros. 1980. Знаменитая реплика «А вот и Джонни», занимающая 68-е место в рейтинге 100 лучших киноцетат из американского кино. Импровизация Николсона. Это слоган из вечернего шоу Джонни Карсона, которое смотрели тогда миллионы американцев. Британец Кубрик шутку не оценил, а уставший актер просто пытался разрядить атмосферу на площадке для сцены, ему пришлось прорубить 60 дверей. Реквизит был настоящий, но Николсон лихо орудовал топором, в прошлом он был добровольцем в пожарной службе. 5 из 13 знаменитая реплика «А вот и Джонни», занимающая 68-е место в рейтинге 100 лучших киноцетат из американского кино. Импровизация Николсона. Это слоган из вечернего шоу Джонни Карсона, которое смотрели тогда миллионы американцев. Британец Кубрик шутку не оценил, а уставший актер просто пытался разрядить атмосферу на площадке для сцены, ему пришлось прорубить 60 дверей. Реквизит был настоящий, но Николсон лихо орудовал топором, в прошлом он был добровольцем в пожарной службе. Знак авторского права 1980. Знак авторского права фото 1980. Другая известная цитата, английская пословица Который одержим графоман Торринс. Кубрик потребовал записать звук печатающей машинки, на которой набирают именно эту фразу. Он слышал, что каждая клавиша шумит по-своему. Для перевода на русский лучше подобрать аналог «умей дело», «делать уме» и «позабавиться», но пропадает игра с именем героя. Однако по этому же принципу Кубрик сам перевел фразу для иностранных версий фильма, так, для французской аудитории он выбрал лучше «синица в руках», чем «журавль в небе». Для итальянской «кто рано встает, тому бог подает». 6 из 13 и другая известная цитата, английская пословица Который одержим графоман Торринс. Кубрик потребовал записать звук печатающей машинки, на которой набирают именно эту фразу. Он слышал, что каждая клавиша шумит по-своему. Для перевода на русский лучше подобрать аналог «умей дело», «делать уме» и «позабавиться», но пропадает игра с именем героя. Однако по этому же принципу Кубрик сам перевел фразу для иностранных версий фильма. Так, для французской аудитории он выбрал лучше «синица в руках», чем «журавль в небе». Для итальянской «кто рано встает, тому бог подает». Знак авторского права фото. 1980 знак авторского права. 1980 сияние было одной из первых лент, снятых с помощью новой для тех лет системы стабилизации камеры Steadicam. Она позволяет избежать прыгающей картинки, когда техника находится в руках. Благодаря новинке очень достоверными получились проезды Дэнни по коридорам на велосипеде и погоня в лабиринте. Для съемки последнюю камеру закрепили на операторском жилете так низко, чтобы искусственный снег летел в объектив. Изобретатель Steadicam и Гаррет Браун присутствовал на площадке и активно участвовал в работе над фильмом. 7 из 13 сияния было одной из первых лент, снятых с помощью новой для тех лет системы стабилизации камеры Steadicam. Она позволяет избежать прыгающей картинки, когда техника находится в руках. Благодаря новинке очень достоверными получились проезды Дэнни по коридорам на велосипеде и погоня в лабиринте. Для съемки последнюю камеру закрепили на операторском жилете так низко, чтобы искусственный снег летел в объектив. Изобретатель Steadicam и Гаррет Браун присутствовал на площадке и активно участвовал в работе над фильмом. Знак авторского права 1980 знак авторского права В 1980 на одном из самых тиражируемых кадров герой замерзает вовсе не в сугробах, а в тоннах соли и пластика. Лицо и волосы Николсона гримеры обработали специальной пеной. Позже рачительные кинобоссы перевезли мешки реквизита на съемки Звездных войн для создания заснеженных просторов на планете Хот. В 1980 на одном из самых тиражируемых кадров герой замерзает вовсе не в сугробах, а в тоннах соли и пластика. Лицо и волосы Николсона гримеры обработали специальной пеной. Позже рачительные кинобоссы перевезли мешки реквизита на съемки Звездных войн для создания заснеженных просторов на планете Хот. Знак авторского права Уорнер Бросс Хокфилмс, Парагрин Продукшинс, Продюсерс Циркл 1980 знак авторского права Уорнер Бросс 1980 хотя пейзажи сияния снимались в Америке, декорации зловещего отеля, построенного на месте древнего индейского кладбища, соорудили на территории английской студии Элстри. Прототипом оверлока стал элегантный особняк. В Колорадо, не покидающей рейтинги самых загадочных мест США, ближе к концу съемок масштабный макет загорелся, причину пожара так и не выяснили. Кубрик приехал на пепелище, оглядел руины и расхохотался. 9 из 13 хотя пейзажи сияния снимались в Америке, декорации зловещего отеля, построенного на месте древнего индейского кладбища, соорудили на территории английской студии Элстри. Прототипом оверлока стал элегантный особняк. Станли Хотел В Колорадо, не покидающей рейтинги самых загадочных мест США, ближе к концу съемок масштабный макет загорелся, причину пожара так и не выяснили. Кубрик приехал на пепелище, оглядел руины и расхохотался. Знак авторского права Варнер Броз 1980 знак авторского права Варнер Броз Хокфилмс, Парагрин Продукшнс, Продюсер Серкл 1980 огромного лабиринта в книге нет, вместо него около отеля растут агрессивные кустарники, нападающие на людей. Кубрик отказался от этого образа, придумав более реалистичный жутковатый сад с запутанными дорожками, который выстроили на аэродроме возле киностудия. Некоторые критики считают, что сцена с заблудившимся в лабиринте Джеком отсылает к мифу Отисея и Минотавря. 10 из 13 огромного лабиринта в книге нет, вместо него около отеля растут агрессивные кустарники, нападающие на людей. Кубрик отказался от этого образа, придумав более реалистичный жутковатый сад с запутанными дорожками, который выстроили на аэродроме возле киностудии. Некоторые критики считают, что сцена с заблудившимся в лабиринте Джеком отсылает к мифу Отисея и Минотавря. Знак авторского права 1980 Знак авторского права 1980 В сиянии якобы зашифровано признание Кубрика в том, что он по заказу американского правительства сфабриковал знаменитые кадры высадки астронавтов на Луну. В доказательство приводят множество деталей. Свитер Дэнни, на котором изображена ракета, набитая разработанным для космонавтов быстро растворимым напитком ТЭН, кладовка отеля и изменение номера таинственной комнаты с 217 на 237, ведь именно столько тысяч миль от Земли до ее спутника, хотя сейчас на сайте НАСА указано 238,8 тысячи. В документалке комната 237 версия раскладывается по полочкам, Америка это отель Аверлук, Кубрик обезумевший Джек, а его ребенок ставшее жертвой сделки со злом творческое начало режиссера. 11 из 13 среди ряда конспирологических теорий, окружающих фильм. Есть и космическое. В сиянии якобы зашифровано признание Кубрика в том, что он по заказу американского правительства сфабриковал знаменитые кадры высадки астронавтов на Луну. В доказательство приводят множество деталей. Свитер Дэни, на котором изображена ракета, набитая разработанным для космонавтов быстро растворимым напитком ТЭН, кладовка отеля и изменение номера таинственной комнаты с 217 на 237, ведь именно столько тысяч миль от Земли до ее спутника, хотя сейчас на сайте НАСА указано 238,8 тысячи. В документалке комната 237 версия раскладывается по полочкам. Америка это отель Аверлук, Кубрик обезумевший Джек, а его ребенок ставшая жертвой сделки со злом творческое начало режиссера. Знак авторского права. 1980 знак авторского права. Warner Brothers Pictures. 12 из 13 в прошлом году в прокат вышел Доктор Сон сиквел Сияния о повзрослевшем Дэнни. Режиссер Майк Флэнниган старался угодить всем, и фанатам ленты Кубрика, и кинокритикам, и, конечно, самому Кингу, который в итоге действительно остался доволен. Из культовой картины в новую перекочевали в виде флешбиков героя несколько узнаваемых сцен, Жутковатые девочки-близняшки, хлынувшие из лифтов реки крови, гниющий труп женщины в ванной. Знак авторского права. Warner Brothers Pictures. 2019 знак авторского права. Warner Brothers Pictures. 1980, несмотря на мнение автора романа, фильм Кубрика зрителю понравился, в 1980 он вошел в десятку самых кассовых, а вот критики поначалу не оценили работу режиссера, первые отзывы в прессе были смешанными, кино даже выдвинули на золотую малину сразу в двух номинациях, за худшую режиссуру и самую неудачную женскую роль. Впрочем, даже этих антиноград у сияния нет. Но Кубрик, кажется, и тут угадал, в конечном счете ценность кинопродукта определяют не рецензии критиков, а мнение зрителей, что о ленте говорят, если вообще не забыли, и насколько сильно она их задела. 13 из 13, несмотря на мнение автора романа, фильм Кубрика зрителю понравился, в 1980 он вошел в десятку самых кассовых, а вот критики поначалу не оценили работу режиссера, первые отзывы в прессе были смешанными, кино даже выдвинули на золотую малину сразу в двух номинациях, за худшую режиссуру и самую неудачную женскую роль. Впрочем, даже этих антиноград у сияния нет. Но Кубрик, кажется, и тут угадал, в конечном счете ценность кинопродукта определяют не рецензии критиков, а мнение зрителей, что о ленте говорят, если вообще не забыли, и насколько сильно она их задела. Знак авторского права. Warner Bros. Pictures. 1980. 80.